так всем привет друзья привет я сегодня без штатива без монопола вернее так что возможно криво камеру будет держать мы сейчас идем сдавать кровь точнее катя 8 утра я иду сдать кровь голодная холодная рома уже в школе ярик тоже в школе на улице минус 15 вроде как но так ощущение пошли мы не успели выйти из дома у меня отверзло лицо как это все-таки январский минус это не декабрьский видус это совершенно разные вещи это прям сильно холодно дети ушли в школу и мы пошли на поликлинике дорога тоже потом еще раз на вот эти все еще получше антибиотики два дня вообще сегодня еще прием не знаю что там еще скажут по лечению но это все неделю что точно на процедуру ходить еще несколько дней этот сын убрать пить вообще лечение там довольно масштабно на сегодня на прием скажут сегодня против 2 раз еще идти в подховить а вот сколько там после обеда я дому час потусуемся в макси а потом будем брать и опять туда не получится вот скользко темно немножечко не расцвело до конца блин так хочется быстрее уже весну и тепло ребята кому хочется весну давай напишите комментариях весна приходи хочу весну мы ждем тебя весеннюю копейку мне кажется я не в одном году еще так не ждала весну как в этом в том уже начиналось у меня что-то такое но не до такой степени как в этом году вообще зима не задалась у нас все пошло не так полтора месяца осталось грубо говоря то ли еще будет самого раза высаживаются после 19 горя карелыч карельская разливное пиво минус 40 у нас конечно было но я думаю что это еще не все еще февральские морозы будут все крещенские морозы будут после 19 января я еще не знаю я не знаю надеюсь что нет вообще я никуда не буду ходить не домой просто хотя я до этого когда так говорила все равно уходила кстати на крещение ныряет в пророк кто-нибудь нет из наших подписчиков есть и гостей канала пишите давайте я как-то года два назад хотел на что-то уже честно не хочется я хотела давно когда вы были я хотел даже когда я не помню года 13 все таки так мне зима это видишь это 40 шуб надо ты начала носить шапки чего все говорится мол за себя какие-то крещенские говори сегодня как-то многовато людей так утро потому что все идут еще на учебу обычно утром хожу столько людей не вижу но правда я тут не хожу да тут вон все школьники там прямо школа мы все сопровождающим все выключаясь короче увидимся там дети вот какая красота один человек там идет а вот второй хотел снять то что безлюдно елочки красивые на видео будет кривое какой-нибудь когда пойдем в этот музей я там уже был но метал запретили ходить мы только с рома разогнались там нам сказали что нужно отдельный билет 300 рублей вообще было бестактно конечно работников меня рома туда пошел смотреть мы не по всему музею прям пошли в зал там зашли точнее даже задержались бабульки накинулись романа мне показывал там исакерский собор стоит маленький такой миниатюре как мы тут видели видео знает может быть в питере есть парадная одна вход в которую платный там немного 100 рублей всего но тем не менее это просто парадная грубо говоря это просто подъезд на и вход туда платные люди туда ходят там не знаю как на экскурсию и вот молодой человек с девушкой они зашли и женщина сразу только агрессивно начала на них вообще агриться ругаться типа гоните деньги и чеки мы не даем мы ничего не даем и вообще вас не пущу и давайте валите отсюда и и просто ну я считаю что ну ладно ок даже что я сделала это на платной основе там деньги там может быть отрасли на ремонт вашей парадной еще что-то ну допустим но тем не менее если пришли люди и хотят да ну типа вдохновляются искусством которые хотят просто посмотреть на парадную какая-то парочка пришла ну и у них вдруг нет денег неужели нужно пропустить так просто и там они еще потом сказали а если я допустим здесь снимаю жилье вы меня тут не пускаете ну короче там такая стычка небольшая была в итоге потом все-таки пустили бесплатно по сути это же подъезд по сути и я думаю что если люди хотят посмотреть красоту видно же что люди да они какие-то наркоманы в доме что там пара пришла просто посмотреть почему не пустили нет в конце с большим скандалом там уже пропустила конечно но там только было до этого наговорено и потом еще он сказал в конце что даже деньги собирают чисто на этот на как на парадную эту чтобы ремонтом делать и так далее парень каждый год туда ходит и сказал что ничего не меняется я думаю нормально там не делится и за это фотки только сделать нормально красиво можно больно по щекам же но я щеки отмерзли я пока она очень все отключаясь так сидим этого кровь очень больно и было потом мы скажем так все мы короче идем по ленина ищем где согреться все закрыто я тоже не помню какие вообще кофей не должны работать блин с 8 утра даже семи потому что люди идут на работу кофе с собой там все дела особенно учитывая на улице подают дубак очень сильный ветер блин не знаю вам там слышно не слышно я ветрозащиту поставил маленькую не знаю пробивает или нет но блин в лицо прям дует ветер сюда вышли тут вообще ветрище блин ну конечно кровь сегодня такая неудачная тетенька взяла как говорят наверное тяжелая рука у него была потому что уж я как человек привыкший кровь сдавать очень часто особенно во время когда беременности обеих так как у нас с вами разные резыш факторы я очень часто сдавала кровь и особенно во второй половине беременности что не каждую неделю и я как бы всегда спокойно отношусь вообще к этой процедуре и вообще а тут она как бы ну кольнула нормально в принципе начала брать нормально потом чувствую что больно вообще прям я говорю ой 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 и она говорит ну конечно вы и кронушки жадничайте идет такой видимо там ковырялась но на боли так рукавчик я обычно никогда не сижу тут даже мы посидели минут 5 минут побольше минут 7 8 сейчас публика попить не завтракать и на том же баке где-то еще бы тоже надо стране вроде а и здесь тоже будет алексе у универа и сядем по по-любому работать будет друзья ну конечно пришли в бакер купили какао нам дали взбитое молоко и пакете какао булочные вальчика моя любимая из питера вальчика на первый раз это будет чтобы давали алексе американо если купить интересно тоже дадут просто пакетик в общем ладно будем завтракать в общем какая-то ерунда не размешивается здесь нужен миксер но я думаю не горит я когда раньше дома все время тоже очень много я сначала чуть-чуть наливала горячее кипятка чтобы она развилась хорошо потом уже заливала холодным молоком а тут как бы не горячее значит молоко не горячее кое-как вроде размешал похоже на то но все равно кусочки по сути вкусно ну вкусно 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 ну не то чтобы по вкусу вкусно но по сути вкусно так у нас уже вечер катя сходила на процедуру процедуру на прием на потом довольствовала частные зашли магазин это просто за тобой идут мнение полбаса есть если есть картошечка у нас есть картошечка у нас есть картошечка у нас есть в минскую сторону ой для гавируса 26 рублей кстати всего веришь ты для крысы мешает так мы же покупали больше не солей не кошка и сорока поиграла кошка и еще на спице странные животные но шоколад зато любит на а все хочется как салаты мы доведели где-то там по-моему вон тут салаты рулеты я не знаю где чёк смотри 100 пакетов 100 рублей он обозначает нифига серваком 229 говорят нам 339 я бы люди по 200 с лишним покупаю да скидка 69 процентов нормально а я трогала что-то дорого 400 рублей магните 250 мы покупали в подарочек ой я и забыл что я себе вкусный чай себе купил апельсин с черной смородины не знаю что за чай будет надеюсь вкусно а нам сейчас найдем рулет зона отключимся что картошка спагетти ну возьми себе за 29 я не не а что долбить мис я по от с на а как так короче взяли салат 111 рублей на пробу возьмем детям такие мини-пиццы ну ладно все про вообще просила обычную пиццу обычной пиццы нет а вот мои клубнички любимые вот это скидочки смотри как специально взять кто-нибудь будешь я буду конечно попробую прошу раз и не запомнил вкус камера такой рулятся сама сама но вкусный раньше был по крайней пусты ящик то есть ты красный сегодняшний этого клубнички помочь все пойдем на кастыр бананы и так и согласно я учусь на за рулетом и закупить вот за этим но чай урвали зато сейчас еще раз покажу не займа улице и видео будет проходить сагу медведей в общем мы сначала подумали что мы потеряли карту от сигма а скидка там получилось сколько почти 200 с лишним рублей потому что это карточка скидочная идет у нас на магазин лотос и сигма и мы последний раз были в сигме я вам не говорю наверно у тебя у меня всегда точно нету мы просили у женщины женщина нам дала все и только мы вышли на известную карты и не должно быть у меня как-то попалась без скидки да конечно забыла бы дорого я себе только сегодня купила обычно не купил зашли вообще чисто за рулетом и за пироженками я еще не знаю какое-то пирожное влезло в шоколаде короче я на кассе смотрю вроде не трогала никаких пирожных значит на упаковке что-то прилипло за что там ты только эти другого так ездила в поликлинику на такси в ту сторону поехала отдала 300 рублей в итоге ехала по времени столько же сколько идти пешком причем машина не буду говорить что за машина была но суть в том что в машине очень холодно и у меня даже ноги у меня было такое ощущение знаете как будто мне ветер дует прям вообще неимоверный по ногам и у меня на улице так ноги не мерзнут как у меня замерзли ноги в машине и водитель очень осторожный слишком мне кажется осторожный всех везде пропускал и короче смотрю по времени и что я быстрее были до слабых пушком ну по крайней мере за столько же по времени так сказала что не скажешь какая машина сейчас люди будут думать что ты ехала на дырявые жигули типа не все же эти машины такие машины не просто человек печку не выключу вот и все не давида по ногам так и все я съехал на пусинь был кого-то ответом открыто хотела проверяли несколько раз и прям по ногам или надул они не везде а именно по ногам она все в общем руки замерзли я еще полту забыл одеть в одной водоваске пошел но смысле и куртку ходил такие горы снега еще все вьюже но на самом деле такая обстановка допущение как будто знаете декабрь как будто вот до нового года две недели и вот какая-то суета и и вот этот снег в общем флэшбэки летят так что делать опять стоит сживает деньги он уже в лагу он уже в машину суется ходит там я увидела сколько я шел срок 2 2 как пришел видимо так и не уходит я не помню в ролик там попала не попала а туда у детей короче выпрашивает деньги но не только у детей он ко мне два раза подходит он прям навязывается ты идешь он тебе даже проходу не дает стоит неподалеку там от нас в одном из магазинов и вообще по повышению даже у детей как можно у детей попрошаетесь и серьезно это странный человек я вот он мне первый раз когда подошел ко мне это бит купи сигарет вам что не продают вот такой типа да у меня денег нет сходите домой возьмите а я сказал не денег нет он сказал я деньги с собой не взял я бы ну сходите домой возьмите может вообще-то я далеко живу а кто виноват а потом вот уже он начал там всякие сказки придумывать то одно мне рассказывал в третий раз уже другое первый раз я рассказал как было что сигарет просил купить второй раз одну историю заказал заказал рассказал сейчас пойдем она еще чуть если чё камеру включу в кармане или достану не знаю если докопается она все холодно чем к нам они докопался да пришел на на женщину с ребенка что-то по крысам за видно не видно отсюда кстати больше не бегают вон нету тропинок все питер поехала и бизнес на она в общем чесать тут еще и чесать поэтому включимся уже дома ну все ребят мы дома в общем у нас уже вечер наступил все дня ходила опять на с утра ходила вот сдавала кровь и ходила сейчас вечером еще на прием и на процедуры хотите еще на процедуры всю эту неделю до конца недели еще начало следующей недели как минимум выписали еще один спрей в общем пришли результаты крови ну кровь такая себе мало того что там с лейкоцитами не очень ну потому что инфекция да но на самом деле типа но стрёмно что мне осталось антибиотики до два дня всего пить из всего курса а с лейкоцитами пока еще беда и вот но при этом еще гемоглобин низковат и глюкоза тоже низковата в общем такой себе в общем порекомендовали препарата железа попить надо будет купить наверное что-то как-то мне помню выписывали с арбифер или как-то так называется в общем надо будет посмотреть но я и последний раз давала кровь где-то год назад наверно мне тогда гемоглобин был прямо на нижней границе нормы и сейчас вот ниже ниже нижней границы такие дела вот нос тоже пока она сказала очень отечный сегодня даже еле-еле с трудом с левой стороны она вообще смогла мне палочку запихать вообще ни в какую не шла но так даже больновато было короче процедуры такие себе не из приятных и задолбала на самом деле в такой дубак тоже таскаться каждый в поликлинику ну что делать что делать в общем лечимся еще один спрей выписали завтра еще на процедуры послезавтра еще на процедуры и короче в общем еще долго запустила запустила сколько раз себе обещаю до такого не доводить потому что у меня хронический гайморит я один раз запустила насморк когда рома был совсем маленький еще не лечилась и с тех пор это пришло хронически если я запускаю хоть чуть-чуть нос не лечу то потом все это очень долго и дорого мне встает в общем такие дела вот ближайшие дни будем смотреть жилье на юге обязательно будем вас держать в курсе что там как там подорожала ли как там по брони что там по свободным местам в общем все обязательно будем вам рассказывать у нас кстати вот елочку мы еще не убирали елочка сзади меня стоит а вы как убрали не убрали уже елочки если не убрали когда будете убирать пишите ваши комментарии всегда рады в общем все друзья на этом наше видео буду заканчивать всем как всегда огромное спасибо за просмотр мы с нетерпением будем ждать ваши лайки комментарии до новых встреч пока пока